Сегодня на Аллее Славы возложили цветы к бюсту Героя России Канамата Баташева. Он генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации, лётчик-пилот. 22 мая 2022 года в зоне специальной военной операции «Ценою своей жизни» спас боевых товарищей. Альбина Ламкова продолжит тему. Герой России Канамат Баташев стал образцом чести и доблести, преданного служению своему отечеству. В начале жизненного пути он думал о службе во флоте, но по волею судьбы стал курсантом лётного училища. Тут и зародилась безграничная любовь к небу. Он был лётчиком по призванию, но самое главное – хорошим человеком. И, как оказалось, бесстрашным и мужественным мужчиной. 22 мая 2022 года, выполняя боевую задачу по поражению назначенных целей, Канамат Баташев уже в воздухе получил информацию о том, что превосходящие силы неонацистов заблокировали одну из штурмовых групп наших войск. Не раздумывая, лётчик принял решение помочь бойцам, попавших в окружение. Спас боевых товарищей ценой своей жизни. Так и началось интервью первого заместителя председателя Народного собрания Корчаева Черкесии Дагира Смакуева. Он рассказывал за соотечественника с гордостью, вспомнив о его боевом пути. Канамату Баташеву было 62 года, когда началась специальная военная операция. Тогда генерал-майор понял, что не может оставаться в стороне и вернулся в строй. На самом деле был очень ответственным, достойным человеком. Как герой прославил Корчаево Черкесию, прославил нашу страну. Поэтому будем помнить мы его всегда, и он останется в нашем сердце навеки. Это пример для подрастающего поколения, как достойный гражданин должен себя вести. Это для нас всех пример. Он спас ребят, но сам погиб. К званию Героя России был представлен посмертно. Сегодня Канамата Хусеевича вспоминали с чувством гордости. Во главе с председателем Народного собрания Александром Ивановым, депутатой и членом правительства Корчаева Черкесии возложили цветы к бюсту Героя России. Почтили его минутой молчания. Яркий и достойный жизненный путь невозможно забыть. Все говорили о нем искренне и с уважением. Раньше мы таких героев изучали, их судьбы и подвиги. Это были герои Великой Отечественной войны. А сегодня, в настоящее время, человек, который жил рядом с нами, демонстрировал настолько сильную любовь к Родине, дал жизнь за будущее нашего народа, за будущее нашей страны. Вы должны знать и помнить, и гордиться своими героями, которые прославили не только свой народ, но и всего вооруженные силы России. Подвиг уникален тем, что отдал жизнь, спасая своих ребят. Это вдвойне почетно, вдвойне достойно. Поэтому светлая память. С подрастающим поколением мы всегда ставим пример героический подвиг нашего земляка Баташева, Канамата Апусевича. Гордимся тем, что подрастающее поколение по сравнению с более ранним периодом. Более патриотичные, более ответственные, более воспитанные. Возложили цветы к бюсту героя России Канамата Баташева и представителей ветеранской организации «Черкеска». Одним из приоритетных направлений к деятельности считается воспитание подрастающего поколения. И на сегодняшний день Канамат Хусевич считается ярким примером героя России. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, 200 Корчаева, Черкесия.